Пациентка 55 лет, коррекция средней, нижней трети лица. Основная проблема – это уголок губы, губы, оборудочная складка. Вторая проблема, которую хотелось бы сгладить, – это выступание мягкой ткани в области малярно-живого пакета и западение ниже уровня малярно-живого пакета, так называемая щечная борозда. Мы будем проводить дополнительную коррекцию прямолинейным постановкой нитей именно в средней и нижней трети лица. Фиксация ниточки непосредственно будет в области апоневроза волосистой части головы. Будем использовать нерассасывающиеся нити из полипропилена. Процедура будет проводиться под местной анестезией с использованием ультракаина. На ультракаин у нас аллергических реакций нет. И, как вы видите, достаточно длинная. Модификация позволяет ее использовать для коррекции различных физиологических проблем. В данном случае выбрана модификация нитей с тупым, именно острием конечной иголочки, для того, чтобы уменьшить, опять же, степень травматизации ткани, тем самым снизить вероятность появления гематом и других нежелательных явлений. Субтитры создавал DimaTorzok В принципе, то, что мы наблюдаем, это уже заметное улучшение состояния тканей и их приподнять. Если мы видим негативные моменты, связанные с складками в тех местах, которые мы не хотели бы образовывать, соответственно, их путем массажа аккуратненько устраняем. Придерживая ниточку, утапливая кожный покров по ходу ниточки и обрезаем. Сформированные втяжения аккуратненько расправляем. При этом ниточка прайсится в глубине ткани, она не будет ни колоть. На поверхность кожи будет не видна. На этом наша процедура закончена. Требуется наложение асаптических повязочек, клеевых, непосредственно на область рана, точек проколы иголочки и проведение контрольных усыпников.